друзья всем привет это александр мы сейчас находимся в анталии и решили зайти в местное консульство российской федерации узнать по поводу оформление получения нового загранпаспорта в консульствах а их штук пять или шесть не отвечает никто по телефону никто не отвечает на электронную почву записаться на прием невозможно потому что всего лишь на 30 дней возможна запись и все закрыто а в некоторых случаях невозможно даже получить код для авторизации чтобы посмотреть это в большинстве консульств и посольства в на республике турция из-за этого мы сейчас сели на автобус поехали в автобусе я прям вообще был крайне поражен на весь большой автобус у процентов может быть 57 было соответственно граждан турецкой республики все остальное было русскоговорящие сообщества и так вот оно оно прекрасное здание консульство российской федерации можно всегда узнать легко и просто она похожа на тюрьму строгого режима это забор метров пять это сверху смотрите пике колючая проволока наверное электричество подпустили ну и конечно же большая очередь ну и как всегда живописнейшее место смотрите вокруг парк и буквально в 30 метрах набережная с видом на море а мимо проходили иностранцы какие-то англоговорящие мимо сейчас вон идут дядя не до сих пор голову не могут отвернуть идут пальцем тычет не поймут что это такое наверное смотрите до сих пор поворачиваются останавливаются в шоке ведь это что такое это типа россияне в тюрьму сами что ли идут они были в шоке они шли и они шли вот так вот то есть у них шея практически сломалась они не могли понять что это такое для них это была какая-то достопримечательность здание консульство можно увидеть издалека возле него стоит гигантская очередь из людей соответственно инфраструктуры никакой не существует типичный пример вчера мы ездили миграционную полицию по поводу вопроса продления нашего вида на жительство в турции мы могли сесть на лавочку был навес от солнца ты прекрасно можешь там ожидать своей очереди проход достаточно такой простой хоть это полицейские там участок до большой заходишь выходишь внутри люди говорят на русском это удивительно но не ожидайте что так будет везде а здесь соответственно приходишь видишь гигантскую очередь никакой социальной дистанции я как человек общительный сразу же решил поговорить с очередью мужчина пытался 456 месяцев записаться на получение онлайн не получилось и оказывается что по средам здесь можно легко и непринужденно прийти с утра по моему с 7 утра это все работает я рекомендую вам сюда приехать наверно к пяти чтобы быть в начале очереди и податься без онлайн записи живьем так сказать на получение вот этого паспорта мужчина также сказал что подался на оформление десятилетнего документа и ждет уже больше четырех месяцев его насколько я слышал от разных источников это консул в албании в северной македонии что десятилетний сейчас получить очень очень сложно из-за нарушения логистики из-за того что сами паспорта в каком-то ограниченном режиме и так далее и тому подобное имейте ввиду вот с утра сюда надо приезжать записываться не обязательно лучше если вы здесь живете возьмите вот этот стулек для пикника чтобы вам было удобно а не стоять часа четыре на улице под там жарой или еще чем-нибудь рядом есть роскошнейший парк где ребенок может поиграть кафе набережная в 50 метров с шикарным видом имейте ввиду вот эти ключевые нюансы чтобы не тратить себе нервы я потратил их заранее за вас и делюсь опытом даю вам лайфхаки кстати со слов это уже соотечественника я узнал что в анталии живет 200 с чем-то тысяч россиян так что не удивляйтесь что вот в этом микро здание все так обстоит просто есть бюрократия министерства иностранных дел которые не можете позволить снять чуть больше здания для того чтобы обслужить эти 200 тысяч населения насколько я помню беженцев из афганистана сирии в турции не только в анталии 3 миллиона человек то есть вы можете сопоставить объемы исхода людей которые здесь на постоянном проживании поговорил я еще с одной гражданкой российской федерации поспрашивал у нее нюансы детали как что и почему и значит сам мари краткая выжимка из общения рекомендуют глубокой ночью сидеть на сайте консульства в анталии соответственно далее что помимо этого вам может повезти и вы сможете записаться на 4 месяца вперед это ее информация значит далее если вам посчастливилось записаться на 4 месяца вперед все легко и просто вы ждете иногда вам приходит уведомление что некоторые видимо россияне выбывают из очереди возможно это ковидло возможно они просто с горя улетают отсюда или их депортируют и соответственно вы можете перенести вот эту всю историю по записи чуть раньше как вот в ее случае далее если вы подаетесь на 10-летний паспорт люди аргументируют что зачем на пятилетний чтобы вот этот ад еще раз проходить то есть получение документов является специальной такой формы напоминания что ты российский гражданин а не турецкий поэтому ты должен пройти все круги ада и вспомнить о родине вот 10-летние получают в среднем через три плюс месяца то есть свыше 90 дней и если вы хотите получить пятилетний люди говорят что да это можно сделать быстрее кому интересен был данный сюжет ставьте лайк делитесь данной информации с бабушками дедушками родителями родственниками подписывайтесь на нас и всем отличного дня меняйте загранпаспорта без нервов в какой-то другой стране или в другом консульстве всего доброго